Книга «Вслух» Нашего митапа сегодня Алла, Софи и Лена расскажут нам о трех книгах. Небольшое превью вы можете увидеть на слайде. Возможно, кто-то догадается, о каких книгах пойдет речь. Мы сначала вместе с Софи окунемся в философию диджитал-минимализма. Затем вместе с Леной мы попадем в город Бомбей 80-х годов. Ну а завершим мы наше литературное путешествие всем известным романом Льва Николаевича Толстого. Поэтому я сейчас Софи передаю слово и поговорим про диджитал-минимализм. Вот это разброс у нас сегодня. Я просто до конца тоже не знала список. Теперь вот узнала. Да, со мной будем общаться сегодня про диджитал-минимализм. Буду делиться своим опытом. Вообще, почему я начала читать эту книгу, к чему я в итоге пришла, вот эта трансформация, все дела. Поговорим про это. В общем, про то, как сократить свой развлекательный скрин-тайм до примерно 30 минут в день. То есть это была моя цель до прочтения книги. И расскажу о триггерах поподробнее. Началось вообще все еще задолго до этой книги. То есть первые мысли у меня начали возникать про то, что мы часто проводим время в соцсетях. Когда я стала мамой, я возвела вообще тайм-менеджмент в какую-то самую полезную для себя науку, для того, чтобы грамотно организовать свою жизнь. А потом мы переехали в тихий турецкий городок, в общем-то, ритм которого позволил мне оглянуться вокруг, выдохнуть, приглядеться, анализировать, вообще поменьше суетиться. Я начала замечать, что однажды в Турции мы едем по скоростному шоссе, а таксист просто выставляет в Инстаграме фото своего мотоцикла. Видимо, он его продавал. И вот так вот сидит, скролит ленту, пересматривает. А как бы вот оно, скоростное шоссе. И еще я стала замечать, что в кафе родители со своими детьми достаточно редко общаются, залипают в телефонах, а дети, чтобы привлечь к себе внимание, пытаются разгромить это кафе. И после этого у меня стали возникать вопросы. Вообще, что с нами людьми не так? Что происходит, когда мы вообще не туда повернули и в какую ловушку мы попали? Еще я словила себя на мысли, что за год проживания в Алане в моем округлении сформировалась большая прослойка людей, с которыми мы часто видимся, но вообще не обменивались Инстаграмами. А оказывается, у них вообще их не оказалось. И за пару недель у нас накапливаются события, которыми мы можем поделиться. Ведь мы все это время и смотрели истории с друг другом. То есть получается, у нас очень много есть, что рассказать друг другу. И вот мы собираемся и рассказываем. Еще я стала задумываться, как изменится моя жизнь, если я возьму и перестану мониторить новости. Если я возьму и вообще откажусь от соцсетей. Будут ли какие-то мои действия навязаны, а что будет действительно идти от души. В общем, включился такой самоанализ. И я начала гуглить о том, какие книги есть. И вот наткнулась на книгу «Диджитал минимализм». Хочу вам рассказать про то, как вообще Facebook был организован, какая была идея и на чем она была выстроена. Они, хитрюги, конечно же, учли нашу физиологию и о том, как наш мозг работает. Начну с громкой цитаты о том, что Филипп Моррис хотел завладеть вашими легкими, а App Store хочет вашу душу. Вот такая громкая цитата. Или немножко о том, как работает наша гормона. Допустим, дофамин нам нужен для того, чтобы достигать цели. А когда мы домскрулим, мы получаем дешевый дофамин, чувствуем себя уставшим. Мы же такое замечали. Когда вы слишком долго проводите время в соцсети, то потом как будто бы не хватает сил на что-то другое. Собственно, участие этого гормона отвечает за зависимость, возрастает зависимость от повторения одних и тех же действий. Показатель, например, с мышкой, допустим. Когда ей вживили электроды для стимуляции центра удовольствия. И получив доступ к этой кнопке самостимуляции, она бесконечно компульсивно начала на нее нажимать. И, собственно, можно вспоминать про эту мышку каждый раз, когда мы неосознанно разблокируем телефон. И лучше, конечно, получать качественный дофамин, когда мы выполняем какие-то полезные действия, закрепляем правильные рефлексы. Не формируем у себя зависимости, сохраняем нашу психологическую устойчивость в целом. И главное, мы сохраняем способность концентрироваться. Наше, как по мне, время – это вообще главный навык, который нужно оберегать и тренировать. Также соцсети дают нам эндорфин, закладывая социальные навыки, которые в целом противоречат тому, как формировался наш древний мозг. Мы получали большую часть информации через зрительный контакт. И если мы используем тексты и смайлы, мы очень многую часть, достаточно большую способность нашего мозга анализировать информацию извне просто не тренируем. Поэтому не стоит переходить полностью на этот формат. Обязательно нужно поддерживать либо общение по видеосвязи, либо реальное общение. Ну и, собственно, про то, как на пользователю зарабатывают. Все же мы знаем, что монетизация соцсетей выстроена через экономику внимания, где время пользователей – это новая валюта. Кстати, я вот вспомнила про… Это экспромт чисто, потому что я сейчас вспомнила о том, что первая газета, которая была… Знаете, мы же обычно покупаем газеты и платим за них, как это раньше было. Но вот первый раз, когда издатель газеты решил, что «Хм, а что если я просто буду находить каких-то людей, которые мне будут платить за рекламу, а люди, потребители, будут просто бесплатно брать мою газету?» И это была достаточно инновационная идея, и, собственно, от этого пошла экономика внимания. Только сейчас вспомнила. Прочитала на ВИСИ когда-то, вот при подготовке забыла включить это в важный факт. Ну да ладно, хорошо, что вспомнила. Идем дальше. Тут я посерфила дополнительную информацию про статистику по странам. Мне было интересно узнать, кто сколько времени в соцсетях проводит. И оказывается, достаточно развитые страны проводят времени в телефоне намного меньше. То есть они, как правило, наверное, заняты все-таки в учебе, в работе. У них есть много других важных дел, нежели просто залипать в телефоне. Собственно, я подтвердила эту статистику на практике. Когда мы летали в Южную Корею, я заметила, что в кафе люди в основном либо учатся, либо общаются с друг другом, но они залипают в телефоны. В противовес Турции, где часто люди на работе просто могут свой большой палец тренировать постоянно. Вот такая статистика вам для примера. Итак, как мы можем взять свою диджитал жизнь в свои лапки? Конечно, из вас в меру регулирования каждый выбирает сам. Летировать или удалить. Монахам становиться вообще вовсе не обязательно. Технологии приносят в нашу жизнь много пользы. Например, сервис Дотовки, Еды и другие разные полезные приложения. Лично я оставила у себя Телеграм. Прям ТикТок у меня чисто раз в месяц, чтобы не выпадать сильно из повестки. Минутку. Сделаем совсем секунду. Так, все. Простите, у меня ребенок проснулся. Так. На чем я остановилась? Я оставила у себя Телегу и ТикТок лично раз в месяц. Знаете, это как, когда вот ты думаешь, что ты зазвошь, ты смотришь там, сколько ты калорий потребляешь. Но раз в месяц тебе хочется взять пиццу, бургеров, объесться. Вот тут то же самое. То есть не нужно каждый день употреблять фастфуд, еду. Наш мозг, он тоже потребляет информацию. Это пища для него. Не стоит становиться ментальным толстяком. Поэтому это стоит отслеживать. Если говорить про Инстаграм, то я вообще его удалила полгода назад. И по сей день довольна этим решением. Потому что я в целом, я и так была мало подписана на кого. То есть у меня было мало подписок, и половина из них вообще были на мьюте. То есть отвлекающих факторов у меня почти не было. И все равно какое-то время он мне туда выходило. Я это понимала, что, допустим, полчаса или час в день у меня на это уходит. Значит, я могла это время уделить семье. Я могла в это время побегать, погулять, сидеть с друзьями, почитать книгу. То есть получается, куда вообще уходит моя жизнь? Час в день – это очень много. Или полчаса в день – это очень много все равно. Я также поняла, что я могу заполнить это время чем-то полезным, интересным. Поэтому я все, что у меня было в Инстаграме, я заскринила. Я сохранила дорогие моей душой воспоминания, рассортировала все по папкам в телефоне, удалила содержимое странице, чтобы у меня не было соблазна что-то восстановить. То есть я знаю, что все, мосты сложены, возвращаться некуда. И первую неделю было не совсем привычно не знать, а что там вообще у моих знакомых происходит. Поэтому я включала YouTube с запросом, удалила Инстаграм и просто как-то приобщалась к опыту людей, которые прошли через то же самое. У меня появилось чувство какой-то свободы, что идешь поселиться на весь вечер, просто не достаешь телефон ни разу. Когда можно работать в потоке рабочих задач, ничего тебя не отвлекает. Когда подсознательно себя ни с кем не сравниваешь. Когда покупаешь то, что действительно нужно, а не то, что увидел в Инстаграме, вот эта быстрая мода на тебя может влиять. То есть в целом мы каждый день принимаем какие-то важные для себя выборы, решения. Принимаем решения. Пойти прогуляться или зависнуть в ленте. Больше поддерживать зрительный контакт или общаться только в мессенджерах. Поддаваться на быструю моду, либо быть, ну, в общем-то, делаешь то, что тебе навязывают соцсети. Развивать критическое мышление или верить экспертам, которые мимо проходили. В общем, оставлю желание на английском, потому что оно очень хорошо звучит, как по мне. Sometimes it's okay not to be okay, but remember that your sometimes are in your pose. У меня все. Спасибо. Я думаю, можно сразу же задать вопросы. У меня есть такой вопрос. Я правильно понимаю, что ты, ну, срывалась? То есть когда ты ограничивала свое пространство, да, цифровое, у тебя бывало такое, что ты срывалась там и что-нибудь скачивала снова, потом снова удаляла, потом снова скачивала? Это вообще не про меня. То есть я к этому шла морально где-то год. Я просто себе задавала вопросы, зачем мне это нужно. То есть когда я приняла решение, просто в один вечер все заскринила, все, что мне важно было, и сохранила в телефон. И далее я удалила, и все, больше не колебалась. То есть я могу долго-долго идти к решению, но потом, когда я его принимаю, все, назад пути нет. Так что, ну, когда именно я его приняла, я себя спасала, спасала с тем, что могла что-то в Ютубе найти, включить, и люди рассказывали про свой опыт. Вот, то есть у меня не было какой-то прям зависимости, я не могу сказать. Я просто хотела повысить свое качество жизни тем, чтобы вот эти полчаса, либо час в день, они уходили на какие-то другие дела. Круто. Я так, наверное, пока не смогу, я еще не на том уровне преисполненности. Если тебе страшно просто, вот у меня было основное, это страх выпасть, ну, типа, знаешь, когда ты общаешься с друзьями, они тебе какие-то мемные фразы говорят, а ты как дед такой, а что они вообще, о чем они? Вот это был страх мой самый главный. Поэтому я не стала удалять тикток и разрешаю себе заходить туда раз в месяц. То есть у меня в целом он куда-то далеко спрятан, у меня он не на глазах, я действительно раз в месяц про него вспоминаю, пролистываю и такая, о, окей, хорошо, я теперь не знаю, что примерно происходит там. И это получается, что я ограждаю себя от какого-то негатива новостного или какого-то навязанных мнений, но в то же время вот как-то получается, что я остаюсь в поездке и не выпадаю из нее, общаюсь с друзьями. Софи, спасибо большое за рассказ, очень классно, что ты поделилась. Мне интересно, как у тебя организовано... Мне интересно, как у тебя организовано общение с родными, с близкими, с тем, с кем ты не можешь видеться. Это какие-то чаты в телеге или ватсапе, эти созвоны. Куда деваются фотографии, которые ты делаешь? Ты как-то делишься с ними или нет? Вот Инстаграм для меня, например, это способ как раз, ну, какие-то метки временные ставить, да, что я была здесь, да, теперь вот здесь вот. И потом смотрю на этот архив, да, и так-то понимаю, как вот это изменилось. Вот я перенесла это все в Телеграм. У меня есть лучшая подруга, с кем я общаюсь до сих пор, она живет в Новосибирске. И у меня есть также чатик с подругами, которые частично живут в Алане, с которыми я могу видеться, а частично живут вообще под другим концам света. И мы общаемся там посредством кружочков, клинточков, в общем-то, вот эта видеосвязь, она плюс текстовый формат, да, плюс аудио. То есть там вообще смешанное общение. Там и текст, там и аудио, там и видео. И, кстати, видеозвонки, вот как сейчас по формату, у нас тоже остались. То есть мы продолжаем поддерживать связь разными форматами абсолютно. То есть это такой микс, я бы сказала. С родителями в основном видеосвязь. Но тут, наверное, вообще зависит от того, какие люди, кому как удобно. Может, кому-то неудобно каждый день созваниваться или там раз в три дня. Я про родителей сейчас говорю. Так, у меня как-то свет падает. Ну что, у вас вопросов нет? Да, еще, если есть вопросы, задавайте. Что у нас там дальше по списку? Я хочу представить вам роман Шантарам. Ну, небольшая вводная, которую хотелось бы с вами поделиться. Не все книги в моей жизни, но случаются. И с этой книгой произошло именно так, что эта книга, мне ее посоветовали, или, скажем так, она появилась, я о ней узнала в момент, когда, в частности, как бы у моей мамы были определенные события в жизни. Мама у меня учитель начальных классов с 50-летним стажем. Поэтому, ну, скажем так, детей, людей, взрослых в том числе, которые прошли через ее руки, очень много. Да, я была первой ее ученицей, как бы мама взяла первый класс, и я была у нее учеником. Поэтому, пока я, как бы, жила еще с родителями в Бишкеке, очень тесно происходило общение, как бы, с учениками мамы. И последующие выпуски мамы, да, соответственно, как бы, тоже, там, проходили, как бы, через меня. Я знала, там, каких-то родителей, учеников. Общение было очень тесное. И в результате, как бы, вот этой жизни мамы у мамы появилась подруга и его, как бы, ученик. И это все переросло в очень крепкую дружбу. И так случилось. Парень, как бы, замечательный, перспективный. Они переехали, как бы, в Москву, потом парень учился в Америке. Ну, в общем, как бы, интересная, размеренная жизнь. Ну, так случилось, что он по каким-то таким непонятным обстоятельствам попадает в тюрьму в Бангкоке. И его отсудили на 49 лет. Это был просто какой-то, ну, такой взрыв мозга, потому что переживала, как бы, его мама. Мама, моя мама с его мамой, да, как бы, эту дружбу они так и продолжали. Как бы, она была, там, длиной, там, не знаю, сколько лет. И вот именно в момент, когда эта книга, как бы, появилась в моей жизни, мама очень, вот, переживала вот эту вот историю со своим учеником, с его осуждением, как бы, да. Вот когда молодого парня осудили, ну, можно так сказать, в чужой стране на 49 лет, это как-то не совсем укладывалось, как бы, да, в голове, как можно так, на 49 лет, как бы, тебя посадили в тюрьму, и ну, какие ощущения, вот это вот всё, вот. И вот в этот момент, как бы, появилась эта книжка, как бы, в моей жизни. Поэтому сейчас это предисловие, так скажем, да, почему хотелось поделиться, как бы, этой книгой с вами. Шантарам – это книга про новозеландского парня, который кардинально, как бы, смог изменить свою жизнь, бежал из тюрьмы в Новозеландии и попадая, ну, с помощью друзей, которые, как бы, вот, его, ему помогли, он попадает в Бомбей. В Индию и начинает, как бы, новую жизнь с нуля, скажем так, с оборванными корнями, да, потому что он прекрасно понимал, что вернуться назад возможности нет, потому что он там в Новой Зеландии в розыске, с объявленной стоимостью вознаграждения в случае каких-то, да, как бы, определенных. Поэтому всё, вот новая жизнь здесь и сейчас. И вот эта история, как человек в чужой стране, ну, можно так сказать, в чужой стране, но потом эта страна стала для него, вот, как бы, новым домом, новой жизнью, как он приспосабливался, как бы, вот, к условиям жизни в этой стране, как, наверное, даже не скажу, приспосабливался, как он строил эту жизнь, да, и, на мой взгляд, это человек, он для себя решил, что назад он уже не вернется, и поэтому здесь живу сейчас и здесь полноценной жизнью. В Индии он, как бы, его все называли, как бы, гора, ну, как бы, одно из каких-то, да, как бы, гора, это значит, как бы, вот, человек белой расы, как бы, отличающийся от индийцев, да, ой, неправильно сказал, индусу. Да, индусу, спасибо, Алла. И он настолько проникся, он выучил, а не только хинди, он еще и выучил диалект, как бы, да, там, и это очень прерщало, как бы, да, и он мог абсолютно спокойно отвечать и на хинди, и на диалекте, и когда он прожил полгода в деревне, как бы, да, там, своего друга лучшего, то родители его друга дали ему такое, как бы, прозвище Шантарам, а Шантарам переводится, как мирный человек. Я думаю, что здесь, как бы, там, немножко вразрез себя, да, потому что никто не знал, как бы, у него появилось очень много друзей, близких в том числе, и никто не знал, что, как бы, вот о его прошлом. Поэтому, как бы, я считаю, что, на мой взгляд, это, наверное, как бы, не укладывалось. Ты, вроде как, какую-то, как бы, роль вот новой жизни, как бы, позиционируешь себя, тебе дают вот такое, вот, интересное, как бы, прозвище мирный человек, а ты себя, как бы, ну, а ты знаешь все свое прошлое, которое у тебя было. Потом в его жизни настолько герой, как бы, романом, у него нет в голове каких-то определенных, каких-то условностей, я бы сказала, да, и так сложилось в его жизни, что он прожил больше годов в трущобах, и это был прям сознательный, как бы, шаг. Он мог себе позволить, там, снимать, как бы, да, там, недорогие, как бы, гостиницы или еще, там, как бы, улучшить свои условия жизни, но тем не менее, да, как бы, человек прожил в трущобах, он себя нашел, как бы, в этих трущобах. Что я имею в виду, нашел? Он когда-то еще в прошлой жизни в своей, да, как бы, в Новой Зеландии, там, проходил какие-то курсы молодого бойца, ну, это условно, я имею в виду курсы врачевания. Я, например, тоже, учащаясь в ПЕДе, у нас там прям был, как бы, оказание первой помощи, нам даже какой-то, там, как бы, там, курс был оказания первой помощи. Вот наш герой тоже, да, как бы, прошел какие-то курсы показания первой помощи, и в трущобах он занимался лекарством. У него выстраивались жители трущоб к нему, он мог целыми днями и ночами, и днями, прям сутки напролет, как бы, да, к нему выстраивались очереди от мелких каких-то, да, как бы, вот, там, просто, там, укусила крыса, да, как бы, вот он оказывал, там, первую помощь. Поэтому вот человек вот так себя, как бы, нашел, вот, в новой стране, поэтому жизнь в трущобах, это не означает, что, как бы, да, там, это, как бы, там, какой-то удар по достоинству или еще, нет. Это вот почему, как хотелось, как бы, показать, да, что, как бы, никто не отменяет гигиену, да, как бы, и прочие, как бы, все процедуры, которые, как бы, да, были случаи у него, когда уже, как бы, у него и были деньги, он просто мог пойти в гостиницу, да, как бы, там, помыться, там, привести себя в порядок. Ну, это, в общем-то, не останавливало и не мешало ему жить дальше. А в Индии он нашел много, много друзей, разных друзей. Он нашел себе названного отца, с которым было очень интересно проводить философские беседы на разные, разные, как бы, темы. Я думаю, что вам будет интересно, как бы, прочитать. Есть продолжение, как бы, данной книги, которая называется «Тень горы». Ну, на мой взгляд, как бы, всегда первая серия, это всегда самое интересное, но это на любителя. Мне, как бы, вот, Шантарам, мне больше, скажем так, понравился. «Тень горы» уже не так остро, как бы, да, как бы, зашло в душу. Это всё. У меня вопрос. А сколько человек экранизацию смотрели? Потому что она не так давно вышла. Я хотела сказать, что я прочитала первый раз эту книгу, ну, порядка уже, так, больше пяти лет, наверное, назад. Сейчас, готовясь к метапу, я, конечно же, как бы, перечитала, потому что хотелось, как бы, да, всё это, основа, как бы, да, пройти эти все странички. И экранизацию не смотрела. И вот, наверное, даже пока, вот даже, прочитав второй раз, даже пока и нет желания, потому что сам себе нарисовал в голове, как ты это всё видишь, представляешь. А хотя, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, и стоит посмотреть, чтобы, да, просто ещё какой-то там, как бы, провести анализ, так себе что-то ты представлял или иначе. Софья, извини, перебила. Я книгу читала, и у меня, наверное, тоже такие созвучные, Лен, с тобой эмоции были, потому что там очень яркие персонажи. Их очень легко представить, потому что автор их описывает, так, что ты просто не можешь их не представить. И вот Друганов вот этих всех. Да, да, да. И вот вся трагикомедия вот этой всей, там очень много эмоций. Они очень здорово описаны. Я прям присоединяюсь к совету прочитать эту книгу. Это такой путь интересный, чтобы посмотреть на мир вокруг иначе. А можешь ли ты вот так вот отказаться от всего, уехать, найти себя, потерять себя там? Что ты можешь сделать на абсолютно новой территории? Я прям очень поддерживаю. Интересная книга. Ну, и ещё хочется в конце добавить. Мама у меня приезжает ко мне в гости не так часто. И в один из её приездов я знала, что как бы там лимит времени очень жёсткий. Она приезжала на недельку. Я потеряла условно маму за эту недельку, потому что я специально взяла книгу в библиотеке, чтобы мама тоже прочитала. Я её, наверное, неделю, она выпала из общения. Ну, потому что, да, как бы она тоже книгоман, который может, как бы, не останавливаясь, читая там ночами, мама, да и спать-то иди. Она говорит, ну, как же, надо же тут ещё почитать. Я же главу прочитаю. Да, да, да. И вот я говорю, да, я говорю, я говорю, хорошее я сделала. Как бы это сюрприз для себя. Мама приехала на неделю, и я её просто вырубила, да, как-то нокаут, как бы дав ей эту книжку, 800 страничек. Да, про эмоции, которые там есть в книжке, которые описаны. Такое самое яркое, вот когда мне сказали, шантарам. Ну, естественно, для меня самый яркий диалог из первого шантарама был про одежду, про то, когда они, он перестраивается с европейского формата одеваться на их формат, что у них там 5-6 слоёв одежды, и каждый из них эмоционально, красочно описан. И описание того, что стыдливо носить, а что нет, что хорошо, а что плохо. И почему, надев шестой слой одежды, вот именно этого цвета, вот именно с этим украшением, ты будешь выглядеть идеально и соответствовать своему классному образу. Присоединяюсь, Лен, спасибо. Да, я тоже читала давно уже, но эмоции свежие, я помню хорошо. Вторую книгу я не смогла читать, согласна с тобой. Первая, она часто бывает лучше. Когда лучше зашла, да, вторая? Да, не, я не смогла, я отложила её как-то уже. Всё было не то мне как-то после первой. Я ждала таких эмоций, невозможно, это просто невозможно. И про вторые штаны для купания я до сих пор помню, да, это диалог какой-то. Классно. Супер, спасибо, Лен. Так, ну что, мы двигаемся дальше, если кляния вопросов больше нет, эту решку-то отключилась. Да нет, она с нами, но откроемся. Когда мы двигаемся в войну и мир. Так вот, неожиданно я решила с вами сегодня это обсудить, потому что я очень много раз в своей жизни отвечала на вопрос, зачем читать художку. И я глубоко убеждена, что эмоциональный интеллект, как способность понять себя и понять других не берётся на пустом месте. И художка экономит нам очень много времени и нервов на самом деле. Ведь чтобы на своём примере осознать такой огромный спектр человеческих эмоций, как плохих, так и хороших, нужно наделать очень много дел. Насовершать кучу ошибок, разорвать кучу отношений, испытать зависть, страх, может быть, злость, разочаропание. Очень много всего и на своей жизни. А художка даёт возможность задействовать наш мозг, наши зеркальные нейроны, чтобы представить, а что бы я чувствовал, если бы я вляпался в ту ситуацию, про которую пишет автор. Согласитесь, испытать эмоции можно, представить их спектр можно, но при этом ты не в такой глубокой заднице, как персонаж Диккенс. По-моему, отличный вариант. И вот для меня художка – это вот такое окно, спектр довольно жёстких эмоций, какие хочется понять, но не хочется испытывать. И ладно бы это всё про художку, но часто те люди, с которыми я беседую про художку, соглашаются со мной, что да, да, это вариант, это интересно, но зачем нам классик? Зачем нам читать произведения о времени, о котором сейчас у современного человека весьма смутное и такое более мифическое, что ли, представление? Мы уже очень плохо понимаем, что было в тот период, как вообще всё переписывается на много раз, и мы теряем фокус времени. Зачем нам читать классическую литературу? Вот. И поэтому сегодня я решила вам предложить посмотреть иначе на самое классическое, какое можно назвать произведение русской литературы, на «Войной мир» Толстого. Мне кажется, даже люди, которые не читают, на вопрос, какое главное произведение русской литературы, в 80% случаев скажут, что это «Войная мир». Вот. И начну, пожалуй, я с шок-контента. Вот. Не все знают, что помимо общепринятой версии книги существует другая версия романа. Это та самая первая редакция, которую Лев Николаевич когда-то принёс в 1866 году своему издателю Михаилу Коткову для публикации. И номер не прошёл, потому что издатель хотел продолжать печатать роман кусками в своём «Русском вестнике», насколько я помню. И другие издатели, они вообще считали, что роман неактуальный, неинтересный, никому не нужный и вообще слишком длинный. Вот. И в тот момент Толстольф уехал в Москву и начала его супруга его пинговать назад, потому что хозяйство большое, детей много, она не успевает ничего, она его затребовала назад. Хватит там по всяким московиям-то находиться, надо уже за хозяйством приглядывать, возвращайся. И случилось ещё так, что Лив Николаевич запрёл в какую-то библиотеку, обнаружил там залежи всяких архивных документов и решил, о, это то, что мне нужно, я должен вписать эту свою книгу. И в результате просидел над книгой ещё два года. И вот весь тот ресёч, который он провёл в той библиотеке, он уже лёг в другую версию, более полную издания этого романа. Но на самом деле сейчас издание вот это первое, сокращённое, вот можно найти. Оно и издано, и в 2007 году оно переиздавалось. И вот интересно было послушать мнение издателя, довольно известный издатель, так примерно описал, что первое, это в два раза короче, в пять раз интереснее. Второе, там почти нет философских отступлений. Третье, что в сто раз легче читать, потому что, если вы помните, то очень много французских фраз в «Ване и мире», где, ну, «Толстой» пишут прям по-французски. А в первой редакции это всё переведено самим Львом Николаевичем, и там французского нет. Соответственно, тебе не нужно постоянно обращаться к ремаркам, да, и смотреть, что же там всё-таки это означает, если интуитивно это недоступно. Четвёртое, там гораздо больше мира, чем войны. И пятое, там хэппи-энд. Очень интересная вот такая разница. И думая, как вам всё это рассказать, и под каким углом вам показать войну и мир, такое, казалось бы, привычное произведение, я составила себе даже планчик, планчик я себе составила. Вот. И хотела начать я с такой цитат. Сам Лев Николаевич относился к книге, ну, так, слегка, на мой взгляд, кокетливо. Однажды он высказал такую мысль, что там была какая-то сходка, и посетитель, он его поблагодарил за такое значимое произведение, вот как «Война и мир». Он ему там сказала какую-то там хвалебную речь, и Лев Николаевич отнёсся весьма сдержанно, и вот сказал цитата, которая у вас на слайде. Он, по сути, сказал, что видит другие произведения более значимы, чем «Война и мир». А в одном из писем Фету он вообще говорит, что вот бы хорошо мне такую дребедень, как «Война и мир», больше не писать. Ну, может быть, может быть. Это было такое авторское кокетство, чтобы кто-то сказал, что нет, это самое значимое, это же очень важное произведение для русской литературы, бесценное совершенно. Ну, в общем, никогда мы теперь не узнаем, как именно Толстой относился к своему произведению, но выбрала я направление хардкорное. Нам облегчённый режим не нужен, поэтому в хардкор-мод мы с вами пойдём и посмотрим на полное, полное издание «Война и мира», как мы его знаем с вами с детства. Итак, это мой план, я постараюсь по нему продвинуться, и, по-моему, больше слайдов там дня и нет. Монументальное издание «Война и мира». Для начала мы можем поразиться замыслу и размаху романом. И мы одновременно видим и развитие глобальных каких-то событий, и жизни отдельных людей. И логика Толстого, она здесь очень простая. Если мы хотим создать конструкцию, которая будет на веках, то нам нужно и глобальное, и детальное. Мы не можем ограничиться какой-то одной точкой зрения. И это мощная, удавшаяся попытка описания реальности в целом. И закономерный вопрос – зачем столько букв? Затем же зачем много букв в документации к сложным приборам? Зачем много текста, страниц в уголовном деле? У нас не возникают такие вопросы просто потому, что мы понимаем, что если ты описываешь что-то сложное, тебе понадобится много страниц текста. Вот и с «Войной и миром» то же самое. Это сложный текст про сложные процессы. И непротиворечиво описать поток жизни многих людей в стране, в которой постоянно что-то происходит, вот для этого и нужно было много страниц, много текста. И у Толстого в «Войне и мире» 559 персонажей. Из них 200 – это вполне себе исторические. Настоящий кошмар школьника – 559 прописанных персонажей, убийц. И произведение при этом масштабное, но не зациклено на финансах, экономике и бизнесе, несмотря на то, что очень многие, большинство персонажей «Войны и мира» это богатые и очень-очень богатые люди. И можно рассматривать «Войну и мир» как управленческий кейс. Вот под этим неожиданным углом я хотела вам сегодня роман показать. Одно только чтение может стратегическое мышление поставить. И изначально интересно, что Толстой не собирался писать о «Войне» 812 года вообще. Как так вышло? Вообще он собирался назвать книгу «Декабрист». Идея была в том, что события книги должны были происходить в 1850 году. А дальше я подготовила вам цитату, как сам Толстой пишет. «Герой должен был быть декабрист, возвращающийся семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости. И молодость его совпала с эпохой 812 года. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войск. Этот характер должен был быть выразиться в эпоху неудач и поражений». То есть для того, чтобы описать тебе непротиворечиво персонажа, который принимает какие-то действия, какие-то решения, как-то у тебя в твоей реальности, которую ты описываешь, существует, ты должен понять, как он к этому пришел, как он думает, как он мыслит, какой у него бэкграунд. И поэтому пришлось откатиться аж до 1812 года. И начинается повествование даже с 1805. Для Толстого не существует какого-то отдельного современного сегодняшнего момента. И это важно понять, чтобы отнестись к книге правильно. События, описанные в «Войной и мире» — это отрезок непрерывного движения. И нам, обычным людям, в такое сложно. Потому что это как вот бурная река, в которую ты зашел, посмотрел, что там. И при этом ты должен и увидеть детали какие-то, и саму реку-то не потерять. И вот в бизнесе, на мой взгляд, так же. Можно сколько угодно долго, кропотливо ковыряться в своем проекте, отделе, команде, даже компании и вообще не видеть пути бизнеса в целом. И «Война и мир» учат расширять рамки. Рамки восприятия и того момента, в котором ты находишься. Что действительность, она не локальна. Она очень глобальна. И вот этот стык, который удается в «Войне и мире» между деталями, когда шорох платья, описание вкуса вина, какие-то мелкие разговоры убиваются с принятием мировыми какими-то движениями, войнами. И эта связка дает возможность увидеть, как течет жизнь. Это как фрагмент какой-то. И в этом сложность воспринимать роман. В романе много описаний того, как принимаются управленческие решения. И вот это, на мой взгляд, очень интересно перекликается с современностью. Вообще очень актуальный, на самом деле, роман, потому что там есть образы руководителей. И вот казалось бы, решения определяются там, в «Войне и мире» не больше, не меньше, а будущее мира. Кажется, что планирование на вот этом этапе должно быть суперважным. Суперважным. Но именно в «Войне и мире» мы видим, что планирование не определяет буквально ничего. Дважды Толстой описывает, как перед боем командование войсками составляет диспозицию. То есть это некоторый письменный приказ, в котором частям ставятся боевые задачи. И там есть Наполеон, который предписывает французским частям порядок движения и взаимодействия. Это как раз канун Бородинского сражения и еще есть описание на кануне Аустралийца. Там уже генерал Вейротер, он там тоже как руководитель показа. И оба раза мы видим, как все идет вообще не так, как было предусмотрено. Но интересно посмотреть, как же, как Наполеон как руководитель, какой он руководитель, если бы он был в бизнесе сейчас. И вот есть у Толстого такой кусок, я вам прям зачитаю стату. «Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядываясь в местность. Сам с собой одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решениями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний». Выслушав предложение Даву о том, чтобы обойти левый фланг русских, Наполеон сказал, что этого не нужно делать, не объясняя, почему это не нужно. «На предложение же генерала Кампана провести свою дивизию леса, Наполеон изъявил своё согласие, несмотря на возражение, что движение по лесу опасно и может расстроить дивизию». Наполеон, представляете, если бы он руководил бизнесом или бы вашим непосредственным руководителем. То есть Наполеон в книге Толстого жил с уверенностью в том, что он управляет миром и буквально всё. От рациона солдат, когда он интересуется, выдали ли людям сухари, до судьб движения нации, всё зависит от него. И когда он диспозицию составлял, он был в этом уверен. И у него были на то основания, он до этого поражения не знал. И Наполеон, который считал, что любую задачу можно решить, Толстой противопоставляет Кутузову. И это второй тип руководителя, который он написывает. В отличие от Наполеона, Кутузов считает, что решить можно далеко не всё. И его путь – это такое наблюдение, он такой показан очень опытным, очень спокойным человеком. И есть такой момент, который Толстой описывает накануне австралийца. Там есть момент, где князь Андрей спрашивает у Кутузова, что будет в завтрашнем сражении. И Кутузов ему просто говорит, я думаю, что сражение будет проиграно. И это было настоящим шоком. То есть Толстой так описывает. Можно ли вступать в борьбу, предчувствие поражения? И вот об этом начинает крутить в своей голове князь Андрей. И получается, что это как раз такой тип руководителя, который не может не принять на себя удар. И он это делает. Дальше такая цитата. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, думал князь Андрей. Но он всё выслушает, всё запомнит, всё поставит на своё место. Ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что если что-то сильнее и значительнее его воли – это неизбежный ход событий. И он умеет видеть их, умеет понимать их значения. И ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. И получается, что при внимательном чтении «Войны и мира» можно достать интересный вывод о том, что главнокомандующий, вот там читай руководитель бизнеса, он никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, от которых вот мы, наблюдатели, смотрим. И главнокомандующий всегда в середине движущегося потока событий. И в этот момент он никогда не может проанализировать всё на свете. А потом появляются диванные теоретики, которые, рассматривая там диспозиции войск, объясняют, если сражение выиграно, и говорят, гениально, посмотрите, какая диспозиция, это сделано за тем-то, за тем-то, за тем-то. А это могли быть плохие решения, просто волей в случае, и очень многих факторов сложилось выигрышно. А бывает наоборот, когда продуманные решения, но всё равно поражение. И тогда диванные теоретики говорят, вот нет, это было плохо, потому что мы, как свидетели, которые читают постфактум, мы рассматриваем, ну вот и до, в таком-то году произошло вот это, было принято такое решение, мы смотрим вот эту цепочку событий, а главнокомандующий в момент принимает решение в ограниченном информационном поле. Ещё Толстой занятно рассуждает о вовлечённости и мотивации. Вот казалось, где Толстой, да, где вовлечённость в корпоративную культуру, да, и команду, там, проект или что-то в этом роде. Когда есть момент, где князь Болконский, беседуя с Безуховым, накануне Бородинской битвы, говорит о коре. «Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружений, ни даже от числа, и уж тем более от позиции. От чего же? От того чувства, которое есть во мне и в нём». Он указал на Тимохину «В каждом солдате». И есть интересный портрет Багратиона, который тоже про мотивацию и вовлечённость. Он описывается сражением, где Багратион откровенно делает вид, что всё идёт так, как он задумал. И Толстой это очень интересно описывает. Тоже словами князя Андрея. И вот сейчас мы сравним, как ведёт себя в этом куске Багратион, как тоже руководитель, который принимает какую-то ответственность, и контрпремьер Виротара как раз. Стата такая. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что несмотря на эту случайность событий и независимость их от роли начальника, присутствия его сделало чрезвычайно много. Начальники с расстроенными лицами, подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны. Солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживлённее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним свою храбрость. Какой тип руководителя, который за мотивацию и правовлечение может что-то сделать продуктивно. И обратный пример Виротара на совещании перед Устерлицем. Своей оживлённостью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым составлял неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Виротар, очевидно, чувствуя себя во главе движения, которое стало уже неодержимым, имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и горд. Толстой уделяет много внимания тому, каким должен быть лидер, каким должен быть руководитель и тот, кто задаёт тон, под который подстраиваются, по сути, все остальные. В общем, Войну и мир, надеюсь, мне удалось бы показать, что можно разбирать на такие кусочки, которые не теряют свою актуальность. Так что всё в глазах смотрящего, и поэтому я желаю вам интересной классики. Вот у меня всё. Все загрузили. Абстрактный вопрос. А где короткую версию взять? Нина, издана. 2007 года можно посмотреть в издании. Алла, скажите, пожалуйста, а какой был хэппи-энд? Князь Андрей не умер? Под дубом не лежал. Философских рассуждений не было. На самом деле интересно перечитать, Ален, правда, потратить на это время, и уже вот с высоты своего опыта и взрослой жизни посмотреть на это произведение не иначе. Прям не хочется спойлерить, какая была разница. Хочется посмотреть, как у вас восприятие изменится. Прямо искренне советую прочитать Войну и мир как бизнес-кейс. Это очень интересно. Спасибо. Это моя любимая книга, одна из моих любимых книг. Но мне кажется, что мне не понравится короткая версия, потому что я с тем издателем не согласна кормить. Когда я перечитывала уже недавно во взрослом возрасте, мне, наоборот, больше всего понравились большие куски и размышления. Философские вставки, да? Подождите, но если Балконский не умер, тогда у Пьера Безухова хэппи-энда не было? А умерла ли Олень? А за кого она вышла замуж? Столько вопросов. А теперь надо убрать столб. Не, ну если Элен вышла за Пьера, тут тоже не хэппи-энс все равно. Ну, в смысле, если они не развелись. Она такая была, мне кажется. Не очень. А, кстати, если про Элену говорить, там очень интересно, как она своим... как она манипулировала общественным мнением, и она была очень крутым имиджмейкером. И вот если через вот эту призму посмотреть, что она делает, что она говорит, как она себя позиционирует так, чтобы общество ей сопереживало и не осуждало, она очень крутой инфлюенсер. Это продолжая аналоги с современностью. Вот. Слушай, Степана, можно часы сверять. Представляете, мы уложились ровненько в часик. Продолжение следует...